Здравствуйте! Это программа специальное интервью в студии Василиса Ивашкина. В нашей студии онкопсихолог, волонтер благотворительного центра психологической реабилитации тяжелобольных пациентов «Опора» Елизавета Васина. Здравствуйте, Елизавета! Здравствуйте! Речь пойдет о вашем благотворительном центре «Опора» и о помощи тяжелобольным. Я понимаю, что название, аббревиатура этого центра через точку, каждая буква. Значит, каждая буква как-то расшифровывается. Что это значит? Каждая буква имеет свое значение, как и слово в целом. Это символ нашего проекта. Мы поддержка для тяжелобольных, для онкопациентов. И «Опора» расшифровывается, безусловно, по буквам, но и каждое слово имеет тоже свое значение. «О» – это общение, «П» – поддержка и помощь, «О» – осознанность и оптимизм, «Р» – решительность, «А» – это активность. То есть все то, на что делает акцент онкопсихолог в работе, как раз собрано в этой аббревиатуре. Я так понимаю, и на самом деле это по ступеням. То есть мы начинаем с общения, помощи и доходим до активности. А какова история проекта? Четыре года назад основатели проекта Ольга Борисовна Хлебодарова и Виктория Анатольевна Глобородова встретились на семинаре, посвященном как раз работе с онкопациентами. И приняли решение создать такой проект, потому что аналогов ему нет в мире. Мы работаем с онкопациентами по всему миру, которые к нам обращаются посредством скайпа или ватсап. Ну, какие возможности у кого есть в Москве и Московской области – очно. И вот четыре года назад был создан этот проект. Раньше мы акцентировали внимание только на онкопациентов. Но в итоге пришли к тому, что то, как мы работаем, вполне приемлемо для вообще тяжелобольных людей и их родственников. Это тоже важно. Какие основные цели и задачи все-таки преследует благотворительный центр? Основное – это улучшение эмоционального состояния. То есть первое, с чем сталкиваются тяжелобольные люди, с тем, что они замораживаются эмоционально. Ну, чаще всего они слышат «не плачь», «держись», «не сдавайся». А как это можно сделать, когда тебя изнутри вот эта вот печаль и тоска просто раздирает? Поэтому выравнивание эмоционального фона, выравнивание эмоционального состояния – это первое, на что мы обращаем внимание. Поддержка и помощь, причем профессиональная. То есть в нашем проекте работают профессиональные психологи, которые владеют навыками, естественно, консультирования, но с акцентом переноса внимания на поиск и создание ресурсов. И это как раз третья задача. Как ни странно, люди обращают внимание на внешние ресурсы, то есть на внешнюю поддержку, но она не всегда есть. И не всегда есть возможность к ней прикоснуться. Поэтому мы ищем опору внутри себя для того, чтобы на нее опереться и жить, и двигаться дальше. А с кем чаще приходится работать? Все-таки с непосредственно больным человеком или с его родственниками? Конечно, основной акцент – это онкопациенты, тяжело больные люди. Это большая часть. Но в последнее время мы стали обращать внимание на то, что к нам стали обращаться и родственники больше. И это очень здорово, потому что они учатся навыкам правильного оказания, правильной поддержки. Это немаловажно. И поддержки себе, потому что им сил надо тоже немало. Я так понимаю, вы сегодня в студии не одни, и это замечательный слон. Я так понимаю, да? Я думаю, что это, наверное, одна из работ, одна из терапий, вот игрушки. Или кто это? Или это символ вашего центра? Это в нашем проекте существует несколько акций, которые мы проводим. И вот одна из них – это слоники. Слоники-опоры мы их называем, которые шьют школьники, которые шьют онкопациенты, прошедшие нашу программу, онкопсихологи. То есть все те, кто неравнодушен к этой беде и хотят вложить частичку своей поддержки во что-то, что можно взять в руки. И этих слоников мы дарим онкопациентам перед операцией или же после окончания программы, как символ того, к чему они пришли, к их достижениям. А как можно узнать о вашем проекте? Ведь очень многие даже не знают, куда позвонить в этой ситуации, когда оказывается действительно один на один с этим страшным диагнозом. Где можно о вас информацию найти? У нас есть группы ВКонтакте и Фейсбуке, у нас есть сайт. Безусловно, вот это информирование – это, скажем так, очень серьезная проблема, которую мы сейчас решаем. И очень большую поддержку оказывает администрация тех округов, до которых удается достучаться. И всегда, когда это удается, мы получаем эту поддержку. Вот я здесь с вами. Это благодаря тому, что удалось донести идею и суть нашего проекта до администрации города и области. И это очень ценно. Но, вот, скажем так, возможности и ресурсы выйти к людям, они, конечно, очень ограничены. Вот нашел в интернете, здорово, позвонил. Поэтому мы стараемся сейчас максимально информировать всех, с кем соприкасаемся. Раздаем буклеты, говорим, что вот если что вы знаете, дай бог, что никогда не понадобится, но если вдруг вы знаете, куда обратиться. Мы участвуем в конференциях, в конгрессах, где тоже распространяем информацию о том, что такой проект есть. Хотя вот был недавно случай, интересно, и звонила женщина из Одинцова, как раз нашла нас в интернете. Она звонила четыре раза и каждый раз спрашивала, это точно бесплатно? И мы говорим, да, ну вот кто разговаривал с ней по телефону, это бесплатно, это благотворительный проект, это психолог-волонтер с вами будет работать. Да, я подумаю. И вот так четыре раза. То есть не верят люди, что возможно действительно помощь и абсолютно бесплатно. Этот телефон круглосуточный? Ну, скажем так, когда телефон находится рядом с человеком, который в процессе, то на него просто не отвечают, но обязательно потом перезванивают. Да, то есть это не колл-центр, где идет прием звонков, постоянно это живой человек, причем практикующий тоже онкопсихолог. И поэтому, ну то есть мы не упускаем звонки, если пишут информирование, каким любым образом, обязательно есть обратная связь всегда. Как происходит работа? Вот пациент нашел номер телефона, позвонил, рассказал об этом. Я так понимаю, что это не одна беседа, то есть это какой-то план работы, так скажем, план лечения психологического. Из чего он состоит? Это все-таки не лечение, а психологическая поддержка, да, и это принципиальный момент, потому что лечением занимаются доктора, а мы находимся рядом, и мы поддерживаем, мы вот та самая опора, на которую человек может опереться в любой момент. После того, как звонок поступает, дальше онкопсихолог, который максимально близко территориально, если это возможно, в Москве или Московской области, если нет, то значит это скайп, и в принципе вот от момента поступления заявки до контакта может пройти буквально несколько минут, в зависимости от занятости онкопсихолога. После чего мы начинаем работу, и она состоит из 12 встреч. Конечно, это проект, ну, не, мы не занимаемся самодеятельностью, и этот проект в 2016 году получил золотую психею, это такой Оскар в психологии, то есть на такой серьезной научной основе разработана программа психологической поддержки. 12 встреч, где мы работаем вначале, прорабатываем сложные моменты, знакомим человека, с чем ему придется столкнуться психологически, ищем вот эти как раз ресурсы, да, достаем их, усиливаем их, и рассказываем про этапы горевания, которые неизбежно сопровождают любое тяжелое заболевание, потому что это потери своего здоровья. Я была здоровым человеком, и у меня изменился статус, да, у меня в том числе возникают проблемы, и, например, ампутации, да, чего-либо, это тоже потеря. И у этих потерь есть определенная закономерность психическая, о которой мы рассказываем, на какие этапы ему предстоят, что его ждет, какие мысли будут на каждом этапе к нему приходить, и человек к этому готов, и он готов вот к самому такому сложному по человеческим нашим меркам состоянию, состоянию отчаяния. Это вот когда идет такое признание того, что со мной, с человеком это произошло, да, с пациентом, болезнь случилась, и с этим теперь надо жить. Вот это очень важный этап. И вот здесь вот, ну, рядом профессиональная помощь, она необходима. И родственники, которые про это знают, они к этому готовы, они не пугаются, они не бодрят человека, да ладно, ты чего, соберись. То есть оказывается грамотная поддержка в это время. А на каком этапе присоединяется работа с родственниками? Или это абсолютно субъективно? На любом. Конечно, хорошо, когда мы начинаем сразу вместе. И тогда вот эти этапы горевания, они проходят вместе, потому что у родственника тоже такие же этапы, как и у онкопациента или тяжело больного человека. И поэтому это очень хорошо, когда это происходит вместе. Бывает, что все было нормально, человек, как бы родственник справлялся, и вдруг что-то происходит, и он понимает, что вот здесь вот, ну, никак один, да, то есть какой-то конкретный есть запрос, и тогда подключается онкопсихолог и этот момент разбирает. А где вы встречаетесь? Вот если удается получить поддержку, скажем так, на муниципальном уровне, то нам предоставляют кабинеты при онкодиспансерах или при больницах. Либо это свои кабинеты, потому что мы частно практикующие психологи. Бывает, что даже мы специально арендуем для встреч. У нас очень много партнеров. Ну, как очень много? У нас есть партнеры, которые предоставляют помещения свои для таких консультаций. Вот у нас в Одинцово тоже будет такой партнер, и это очень радостно. Эти консультации тет-а-тет или есть и групповые консультации тоже? Вообще консультации тет-а-тет всегда происходят, и максимально мы стараемся так, чтобы и со стороны онкопациента он был один для того, чтобы он чувствовал себя спокойно. Хотя у меня были случаи, когда я проводила консультацию, когда человек лежал в палате, например. То есть необходимо было сделать это сейчас, и поэтому получалось, что индивидуальное перерастало в групповую. Но мы делаем специально групповые встречи и для родственников, и для тяжело больных онкопациентов. Тяжело больные, в принципе, в группу, это где-то какое-то специализированное место должно быть. А те, которые ведут образ жизни, ну, ходят на работу, да, или там находятся на лечении, но могут передвигаться, то тогда, да, мы собираем группы. Но это в основном больше как просвещение идет, да, общего такого плана. И есть замечательная психологическая игра «Новый день», которую я провожу с онкопациентами, и с врачами, и с психологами. Ну, просто там немножко разная направленность, но вот эта игра, она очень здорово объединяет и направлена на поиск ресурсов, поиск смысла жизни. То есть для чего я живу. И очень хорошо она себя зарекомендовала. Хотелось бы понимать цифры. Сколько действующих онкопсихологов работает, вот, например, так же, как вы? В нашем проекте немного, около 30 человек. То есть вот люди приходят как бы по зову сердца, ну, проходят обучение, безусловно. То есть не каждый психолог может быть онкопсихологом. Нужно специальное обучение. И когда этот порыв сталкивается с реальностью, есть те, которые понимают, что они не готовы дальше. То есть не каждый психолог, потому что вы все проносите через... Ну, это, понимаете, тут как бы профессиональная позиция очень важна, потому что через себя пропускать это нельзя, иначе просто выгорание произойдет. Но есть профессиональные навыки, да, присоединения, сочувствия, эмпатии, которые позволяют удерживать вот эту профессиональную позицию. Хотя мы можем и поплакать вместе, и погоревать вместе, но мы также вместе и радуемся. То есть ничто человеческое не отменяется, но как бы пропускать это вовнутрь себя, конечно, этого нельзя делать. Человек, который к тебе приходит за помощью, он и так наполнен этой болью. Да, и если я буду вместе с ним наполняться этой болью, где он возьмет поддержку, поэтому, конечно, да, я ему даю ресурс в первую очередь. 12 встреч? Да. И потом? Вы отпускаете в свободу подготовленного уже? Да, и потом где-то раз в месяц у нас проходят встречи онлайн, вебинары, ну, чаще всего это вебинары, когда мы даем программу, проводит онкопсихолог какую-то программу, опять же, направленную на поиск ресурсов. Вот сейчас будет в декабре, я буду проводить, например, карту желаний. Мы делали в прошлом году, и все вот формулировали свои цели на следующий год, загадывали желания. Замечательная программа, но их много. То есть вот в течение года 12 получается встреч раз в месяц, и еще бывают встречи очные, когда мы собираемся, также онкопсихолог проводит такую очную встречу, посвященную теме, которая интересна на сегодняшний момент людям, которые приходят. То есть все-таки вы не бросаете и продолжаете общаться. Я желаю вам успехов. Благодарю. Это была программа «Специальное интервью». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok